Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Вон, там идут двое кто-то. Ты видишь? Да, да, да. Это охранники, походу, почему они все в черном? И почему они идут вдвоем, как будто территорию обходят? Тебе не кажется? Блин, короче, мы сами не знаем, эта территория вообще охраняется, не охраняется, потому что мы перелезли вот здесь вот через забор. Ну вот, там есть лазейка. Да, ребят, давайте я вот с дрону прям покажу, короче. Вот там вот забор. Вот он, ворота такие вот в правом верхнем углу. Да, и там есть лазейка, и мы там перешли. Вон мы стоим, и, ребят, вот давайте я вам покажу еще просто. Вот сейчас я подлечу прям к этим воротам. Такое ощущение, как будто эти ворота все в крови. Я не знаю, как бы, может, мне кажется, конечно, но... Ну, я не знаю, либо это краска какая-то. Вон, видите, красная такое. Красная? Да, там прям весь... Вон, все в кровище, вон, блин, вообще. Вот, просто эта краска, по-твоему, Вер? Блин, вон, блин, ну, ворота. Ну, в смысле, специально взяли и измазали краской красной. Я не знаю, может быть, для какого-то устрашения. Может быть, это часть этой экстремальной игры. Типа, красная бесплатно, как было в предыдущем видео на канале Александра. Да, ребят, просто в прошлом видео мы разрезали вот этого синего из «Радужных друзей». Если вы, конечно, не знаете, что такое «Радужные друзья», это, в общем, мод в Роблоксе. Это сейчас достаточно популярная тема. Именно поэтому мы решили купить этот квест в Даркнете, эту экстремальную игру в Даркнете. И, собственно, вот нас здесь ожидает теперь вот этот лагерь. Я не знаю. Слушай, ну, выглядит реально все люто заброшенным. То есть, ну, типа, явно тут никто не живет. А ты можешь залететь внутрь или хотя бы подлететь поближе к зданию, чтобы посмотреть, есть ли там кто-то внутри? Ну, давай вот я к тому подлечу здание. Вот оно более большое. Потому что, честно, непонятно, чего нас здесь ждет, какой дальнейший этап. Никаких указаний, абсолютно ничего, нет, кроме координат. Так, ребят, если вы кого-то заметите, кто-то ходит, пожалуйста, напишите, на какой минуте это было, чтобы мы потом посмотрели. Ну, видишь, то есть, смотри, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть корпусов, как минимум, типа, вообще, как-то минимум. Надо будет сходить туда, посмотреть. В каждый идти сейчас просто или что? Ну, я не знаю, а как ты еще будешь? Мы даже не знаем, что делать. Я понимаю, но сейчас, не знаю, попробовать внутрь залететь, типа, или это? Ну, да, подлети поближе просто. Просто я еще боюсь спускаться, потому что вот эти двое черных чуваков, это явно охранники, если сейчас... Думаешь, у них есть какое-то оружие, они могут... Нет, я думаю, они могут слышать просто дрон, они поймут, что как бы помимо них здесь еще мы там, ну, или кто-то находится, и так они думают, что никого нету, и не будут нас выслеживать. А так сразу, соответственно, у нас лишние проблемы в виде охранников появятся. Это да. Так, ну что, как-то... Блин, еще бы в древи не врезаться, блин, вот, ребята. Если мы лишимся дрона, то это будет очень печально. Ребят, у нас просто уже это не первый раз, мы уже запускали дрон в колодец пожиратель, у нас он там, ну, просто его сожрал, этот колодец. Если вы это видео не видели, обязательно посмотрите. Еще у нас дрон в горке пожирателя, блин, короче, один пропал. И, короче, не хочется в очередной раз дрон терять. Слушай, ну, не знаю, по-моему, там никого нету. То есть, ну, выглядит просто как заброшка и все. То есть, и я... Ну, ладно, мне кажется, мы так не увидим, потому что если человек подойдет к окну, да, окей, его будет видно. Но если он будет стоять или лазить где-то внутри, то мы его никогда в жизни не увидим. Что слышал? Там какой-то звук был. Вер, какой звук? Что ты так пугаешь? Да нет, я тебе... Смотри. Что? Прошел охранник? Я не знаю, там кто-то сейчас прошел. Ребят, я серьезно говорю, я там вот кого-то видела вот здесь прямо. Я не знаю, ребята, потому что я сейчас дроном управляю, я не слежу по сторонам, как бы, Вер. Так что давай ты будешь следить по сторонам, потому что, ну, я этот самый занят пилотированием. Сейчас я смотрю. Ребят, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, потому что, ну, реально, мы сейчас, ну, не знаю, жизнью, может, и не рискуем, но, типа, довольно опасное занятие это происходит сейчас. Так что, возвращать дрон тогда? Да, давай возвращать дрон. Я потихоньку, ну, посмотрю хотя бы вот здесь, что рядом находится, догоняй тогда, ладно? Вер, подожди, ну как, я сейчас управляю, прикинь, сейчас на меня нападут, блин, здесь кто-нибудь. Ладно, хорошо, я остаюсь. Так, ребят, вон мы сейчас, вон, видны на дроне. Сейчас я его возвращаю, типа, и все. Так, дрон, уже вон он, мы его можем видеть. Идите, сажаем его. Нифига себе, ты очень резко пилотируешь, Саш. Мне кажется, надо идти вот в здание, которое каким-то там с чудовищем было, там, со сминогом или с кем-то таким. Или вон там вот тоже, вон, видишь, вот, ребят, вон там какая-то фигня. Ну, типа, реально как-то неземная какая выглядит, как будто пришельцы здесь высадились. Ну, а ты не хочешь вот в это зайти, потому что оно близко? Ну, давай ладно, чекнем, да, окей. Потому что, ну, явно как бы все здания одинаковые, но одно отличается, как минимум, или два даже, то есть... Два, 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 там, точно было два. Но с сминогом, с каким-то другим. И, типа, какие-то ориентиры у нас есть, и, как бы, если что-то искать по этой игре, скорее всего там. Окей. Ребят, еще просто вот, ну, чтобы вы понимали... А вот, смотри, звезда какая-то. Да, чтобы вы понимали, тут координаты просто тупо в центре, вот здесь стоят этого места. И, как бы, ну, конкретных указаний нет. Красный бесплатный. Еще вот мы смотрели стрёмное видео, там было все на японском, и, типа, красная комната, как будто бы. Красная комната, это где вот пытают людей в Даркнете, я не знаю, может... Офигеть, Вер, может здесь красная комната, и здесь и пугают, этих пытают, и, может, нас хотят заманить в эту красную комнату. Сейчас нас, блин, свяжут вообще, и мы отсюда не выберемся. Короче, надо быть предельно аккуратными. Складывай дрон. И погнали. Мы сейчас отправляемся в корпус, который мы, ближе всего, к которому мы стояли. Сначала исследуем здесь. Вер, еще подожди, пока что мы туда не зашли, я тебе кое-что должен сказать, я тебе просто не хотел говорить заодно, потому что... Что? Короче, я в интернете прочитал, что, типа, это место забросили, потому что тут, короче, были инциденты с детьми, и, в общем, тут пропал целый отряд, можно сказать. Там что, ходит кто-то? Я не знаю, Вер, просто я тебя не хотел пугать заранее, ну, просто я сейчас, я тебе должен рассказать информацию. Ты слышишь? Ну, как будто кто-то ходит, да. Вы слышите? Может, это вода капает просто? Не знаю. Может, нас здесь кто-то ждет? Слушай, Вер. Там надо найти, как в радужных друзьях, какую-то коробку, чтобы в нее прятаться. Вер, все, хватит наметать, все нормально. Просто как обычная заброшка, выглядит и все. Смотри, какой здесь пол. Вода капает, верни. Выглядит, как советское здание. Ого. Офигеть. Ты посмотри, здесь капает вода. И вот так провода. И просто на них тоже капает. Что искать-то здесь вообще нам нужно? Я не знаю. Видимо, нам нужно обшарить какие-то все, типа, корпуса. Ты представляешь, Ольга, здесь 6 корпусов огромных. Мы их сейчас, ну, прежде чем обшарим, типа, я вообще их хз. Так, давай быстро обойдем. Здесь планеты. Давай второй, кашля. Ребята, ребята. Ребята, вы тут? Ребята, ребята. Ты что это сделаешь? Он сейчас придет. Развяжите, он сейчас придет. Он придет, сейчас нет времени объяснять, развяжите. Кто придет? Кто придет? Да он, развяжите быстрее. Кто он? Помогите выбраться. Блин, я не могу развязать. Да вы его видели, вы его знаете. Он придет сейчас. Что за... Да, да. Да, короче, ребята, это одержимый Александр, который... Ты что здесь делаешь? Что ты здесь делаешь? Да он, я не помню, я не знаю, но он здесь, он точно здесь. А как придет? Ты в порядке? Ты можешь сказать, кто? Я день здесь отсидел, здесь ночью. Они здесь все. Он сейчас придет. Он сейчас придет. Тихо, 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 тихо. И никто не придет, мы... Тихо, тихо, Саша. Все нормально, слушай, все нормально. Тихо, тихо, тихо. Присядь, тебе надо воды, может быть, или что-то. Нет, ничего, я не хочу, только выпустите отсюда. Привет. Здравствуйте. Вы что здесь делаете? Привет. Вы что здесь... Вы нахрене его достали? В смысле? Зачем вы его развязали? Почему он сидит, блин, связанный здесь? Слушайте, давайте я не буду сейчас тратить время. Если сейчас что-то случится, вы будете нести за это ответственность. Поняли? В смысле? Так, все, подержи его. Блин. Что, блин, происходит, я не понимаю. Короче, ребят, если вы не в курсе, то здесь Александр, которого мы только что достали, он одержимый дьяволом. У него периодически случаются приступы. Если вы не видели эти видео, то вы можете посмотреть на канале Алло, Лера, Алекс Амарал. И сейчас пришел человек, это Константин, демонолог. Поздравляю, ребят, он убежал. В смысле, почему он сидит здесь, связанный, блюд, заброшки где-то? Я думаю, вы отлично поняли, кто это, и что с ним происходило. У него приступ опять или что? Да, приступ. Я специально изолировал его там, он не мог выбраться своими силами. Вы ему помогли явно, да? В смысле, он сказал, он сейчас придет, он сейчас придет. Кого он имел в виду? Меня, наверное, я не знаю. Он сказал, что его там, типа, держали здесь ночь всю, типа, там, мучили и так далее. Что здесь вообще происходит на этой заброшке? Просто это отличное место, чтобы никто его не нашел, понимаете? Поэтому он был заизолирован в помещении. Сейчас обряд вы какой-то проводили или что? Ну, пока нет. Просто нужно время, чтобы разобраться с этой проблемой, понимаете? Сходу не получилось. Поэтому пару дней ему пришлось здесь посидеть. Ну, ничего страшного. Уже два года разбираетесь с этой проблемой, и все никак, я думаю, что... Как, почему вы здесь оказались? Мы здесь проходим вообще задание, мы купили в Даркнете, экстремальную игру. Почему вы здесь? Я вообще шокер. Я не знаю, я не знаю, что вы за игру купили. Я этот лагерь приметил давно. У меня тут был один из прошлых клиентов. А почему вы вообще это в лагере делаете, а не где-то там, ну, не знаю, в квартире там и так далее? Потому что нежелательно проводить подобные манипуляции где-то в населенных пунктах. Разумеется, заброшенный лагерь отлично для этого подходит. Так и сейчас что делать? Нам его ловить, типа, бежать? Нам надо что-то здесь найти по нашей игре экстремальной. Блин, не знаю, ты не хочешь Александру помочь? Давайте, давайте, если я не знаю, насколько у вас серьезная ваша игра, если у вас есть желание, давайте все-таки с Александром разберемся. И чего дальше? Может, все-таки разделимся, типа, и пойдем сейчас искать? Потому что корпусов шесть, и нам времени дофига надо, чтобы мы сейчас все получим. Давайте я тогда сейчас быстро до машины схожу и соберемся у основного корпуса, окей? Основной корпус это какой? Вот прямо по этой дороге с пианино. Это который там с какой-то вот скурптурой, типа. Да, да, да. Все? Договорились? Хорошо. Да, хорошо, давайте мы здесь пока еще посмотрим. Пойдем сюда. Как вообще такое возможно? Я не знаю, может, они связаны как-то с этой игрой? Я в смысле чувствую совпадение. Какой, блин, Константин здесь реально? Мы два часа... Ребят, ну это какой-то бред. Мы просто Константина давно знаем, но, типа, тебе не показалось, что он что-то не договаривает вообще. Просто почему он говорил, он сейчас придет, он меня мучает, типа, ну и так далее. Я не знаю, блин, ну это серьезно. Такое ощущение, что Александр был просто напуган ужасно. Как будто вы здесь пытали. Ну а ты не думаешь, что как бы, может, он просто реально у него приступ и, типа, он себя не контролирует? Я не знаю, мне кажется, у него глаза чистые были. Серьезно? Ребят, просто когда вот мы в прошлые разы, ну, видели приступы Александра, у него прямо черные глаза, у него, блин, какая-то пена черная изо рта шла. А сейчас вроде он как бы выглядел нормально. Блин, адекватные глаза, неадекватный взгляд. Сейчас он нормальный. Так я вот так и говорю, и он просто, он напуган, типа, он говорит, он сейчас придет, он сейчас придет. И пришел Константин. Короче, блин, похер на эту экстремальную игру. Мне кажется, надо сейчас помочь, ну, разобраться как минимум, что это за фигня, блин, с Константином, с Александром происходит. Это правда. Ну просто, блин, если реально он его мучает, такое может быть? А он может просто как-то через окно, например, спрятаться и сидеть, где-нибудь забиться в углу. Не знаю, может, полицию будет просто? Чего за стрём вообще? Если бы я тут ночью сидел, я бы, наверное, вообще с ума сошел бы просто. Он вот здесь ночью сидел. Ну я не знаю, как бы это правда или нет, но я бы здесь точно с ума сошел, если бы я здесь ночью сидел. Смотри вообще, здесь ужасно, страшно. Давай здесь увидим. О-о-о, я хотела выйти вот здесь, прикинь. Короче, ребята, не ходите по заброшкам, потому что здесь очень много опасностей. Ребят, в общем, мы пока решили, типа, не встречаться с Константином, попробуем сами найти Александру, и у него хотя бы спросить вообще, что происходит, и как бы, как он здесь оказался, вообще, что творится у них с Константином и так далее. А пока мы прочешем корпуса и посмотрим, может быть, он будет здесь где-то. Прямо перед нами находится корпус с какой-то странной скульптурой, и здесь все вот эти вот непонятные скульптуры, они как будто монстры. Так, я, стой, 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 ты видишь, там будка? Ребят, там будка. Ты за что, собаку можешь? Ну, в смысле, а зачем будка здесь еще нужна, если там, ну, типа там, что человек живет, что ли? Ладно, сейчас мы, ребята, аккуратно заходим в корпус, не будем орать, чтобы не привлекать внимание, потому что реально тут как минимум охрана, а во-вторых, тут Константин, и как бы, ну, нам надо сейчас максимум времени остаться незамеченным, чтобы он не понял, что мы здесь тоже ходим. Короче, смотрите, а скульптура как морские чудища какие-то. Вон у этой женщины, у нее нету ноги. Так, слушай, здесь вон можно зайти, смотри, там ни замок, ничего. Так, блин, снег, подожди, на Константин, походу, пишет. А, нет, это не Константин. Так, короче, заходим. Саша, 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 Саш, мы одни, вот Константина с нами нет. Смотри, какое жуткое место. Тихо, 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 не сюда, блин. Идём туда. Может, туда, это может быть охрана. Да фиг знает, кто это. Ребята, там шаги были, я сейчас отчетливо слышал, там были шагиря. Смотрите, здесь, видишь, от сиденья получается основание, как будто здесь не какой-то кинотеатр или актовый зал. Саш, Саш, Майди, Константина с нами нет. Ну вот, ты посмотри, комната просто заварена, там даже диван кожан, вообще достаточно хорошо сохранилось. Пипец, просто, какие-то книги, типа, какая-то библиотека. Да, здесь реально была библиотека, мне кажется. Так, мне кажется, там на второй этаж надо идти отсюда, там была лестница, пойдем. Блин, меня парит еще эта экстремальная игра. Вера, ты что экстремальная игра, тебя не парит, что сейчас, блин, Константин там, блин, убьет Александра или, я не знаю, опять его, блин, посадят в подвал куда-нибудь. Лыжные ботинки. Пойдем выясним вообще, что происходит между ними, потому что, не знаю, мне кажется, это не совпадение нифига, что мы сейчас приехали сюда в эту игру и, типа, тут, блин, совершенно случайно оказался, блин, Константин и Александр. По-моему, это бред, Вера. Пойдем на второй этаж посмотрим. Ой, стой, смотри, на камеру. Что? Тут лыжная палка. Ты хочешь для самообороны взять? Ну да, типа, смотри, она острая, типа, можно, или, блин, это бред. Нет, мы не будем привлекать внимания. Ребята, обязательно прямо сейчас подписывайтесь на канал и ставьте лайк, потому что, ну, реально сейчас фиг знает, что будет происходить дальше. Вера, блин, здесь вообще не по себе, если честно. Мне кажется, давай уже, блин, быстрее ищем Александра и сваливаем отсюда. Его найдешь, вот надо все обойти, чтобы его найти. Но здесь, как вы видите, никого нету. Мне кажется, он не здесь, надо в другой корпус идти. Саш, ты здесь? А вон двери открыты или нет? Нет? Саш, ты здесь? Мы одни. Константина нет с нами. Вер, вообще, хоть и пипец просто, если честно. Такое ощущение, что это была какая-то, типа, столовая или кухня. Видят большие трубы. Да, реально похоже. Вон, видишь, как будто вытяжка огромная. Не заваливай дверь. Это реально очень шутко. Слушай, здесь какие-то, видишь, плиты или раковины были, вон, что-то такое. Мне кажется, это кухня. Саш, ты здесь? Вер. Что это? Я не знаю, какая-то просто не аль, что это. Платье. Что это, блин, за кофт? Блин, слышите? Саша. Саша? Саша, ты здесь? Слушай, блин, вообще, мне это не нравится, не фига. Смотри, Саша. Здесь пианина. Это рояль какой-то или пианина? Это рояль. Вот этот звук еще бы жутко становился. Вроде мы весь этаж уже обошли. Смотрите, там, что написано. Только здесь я могу говорить. Мне кажется, это ощущение, как будто это место для сатанистов. Да вообще, какая-то дичь. Смотри книги. Пойдем в следующий мотуз. Ребята, их всего шесть. У нас быстрее, чем Константин, и те Александр. Сейчас мы собираемся зайти теперь вот в этот корпус со звездой. Посмотрим, может быть, там будет Александр. Да, ну, блин, реально, сейчас мы уже сколько ищем. Типа, сейчас реально Константин будет нам звонить, я не знаю, или что. Может, он уже ушел. Если он его дофига здесь держал, по-любому, он его до последнего искать будет. Окей, да? Может, он его вообще уже нашел вверх просто, и все. Саша. Саша. Да, такое ощущение, что здесь просто вот все пушки какие-то... Мне кажется, мы его так дофига вам отпускать, типа... Посмотри. Саша, мы одни, с нами демонолога нету. Как, мы здесь, мы здесь. Да фига знаю, обходить все. Саша, ты здесь? Саша, мы одни. Саша, он здесь. Саша, что такое? Да скажи нам, что ты как здесь оказался? Он хочет забрать мою душу. В смысле, что, Константин хочет забрать мою душу? Подожди, как он вообще сюда тебя привез? Я не помню. Не верьте ему. Поехали отсюда, ребят, поехали скорее. Пожалуйста, поехали отсюда, поехали. Так, давай. Поехали, я умоляю вас. Иначе конец. Ну, понимаешь, он сейчас тебя ищет. Не верьте ему, не берите трубки. Поехали отсюда. Так, стой, подожди. Мы, надо придумать какой-то план, Саша. Надо придумать какой-то план. Давай, тихо, 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 соберись. Саша, вставай. Давай, нужно придумать какой-то план. Саша, пойдем, пойдем к машине. Мы тебя сейчас где-то спрячем. Потом мы договоримся с Александром, что мы там тебя не нашли. Мы поехали домой. Так, ребят, на Константин звонили. Не берите трубку, не берите трубку. Если мы не возьмем, он точно поймет, что мы типа что-то... Давайте я дверь убрать отсюда, чтобы он нас не заметил. Пожалуйста. Алло. Пожалуйста. Прошу. Алло. Алло, Константин. Алло. Не разговаривайте. Мы тут просто задержались. Мы решили по экстремальной игре прочесать еще пару корпусов по пути. Мы подойдем сейчас уже, минут через 20. А вы нашли Александра? Вы нашли Александра? Ребят, вы же понимаете? Нет, я его не нашел. Ребят, я надеюсь, вы не надеялись глупости. Дело серьезное. Так что давайте уже приходите сразу в корпус. Вместе пойдем. Хорошо, ладно. Мы сейчас скоро подойдем. Давайте, может, у машины встретимся. Если мы просто тоже хотели там еще взять, ну, хоть что-нибудь там для самообороны там и так далее. Ну, окей, давайте. Давайте скорее только сбилось. Блин, нафига я сказал возле машины? Если он сейчас... Нам надо быстрее туда... Короче, давайте мы уже... Садится ехать, быстрее. Давайте мы выйдем. Я не понимаю, план... Если нас найдет, то всему конец. Быстрее, пойдем. Слушай, как он хотел забрать душу? Я не знаю, я не знаю. Он говорил об этом, говорил об этом. Слушай, он угрожал тебе или что? Я видел, он был другой, я видел. Подожди, стой, стой. А вот это что? Вот это что такое, блин, вообще? Пойдем, блин. Проклятое место, пойдем. Как нам, блин, спрятаться сейчас? Саш, стой, стой, Саш. Идем сюда. Давай, давай сюда. Давай, давай. Куда дальше? Я не знаю. Что это? Нельзя на открытых пространствах. Нам надо куда-то, блин, в кусты, блин, спрятать. Блин, мы не должны... Давайте, блин, просто мы определимся с планом в действии. Если мы хотим спасти задницу... Так, вон ворота, вон там ворота. Все, приезжай туда, быстрее. Быстрее. Это, блин, дичь, мне не нравится вообще. Так, мне кажется... Ладно, ребят, прямо сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И давайте набираем 20 тысяч лайков и выходим в продолжение.